Ночь 17 на 18 марта теперь надолго запомнится семье Королёвых. Первым дым в доме обнаружил Рома и побежал будить родителей. Ни о чём не думая, начали спасать детей, а детей в этой семье пятеро. Самый старший скоро исполнится 18, а младший всего полтора месяца. Со второго этажа мама с детьми выбежали на улицу, в чём и спали. Отец же поначалу пытался сам потушить пожар. Но возле пожарного рукава уже был едкий дым. От астмы Дмитрий начал задыхаться. Удалось спасти только некоторые документы, но не все. Паспорта и свидетельства сгорели на лету. К счастью, их уже удалось восстановить. Причину возгорания пока устанавливают. Уровень воды упал, не сработал датчик холостого хода. Он тоже находился в техническом помещении. Повышающий насос перегрелся, дал дугу. И вот здесь в месте межэтажного перекрытия общий кабель загорелся. Менная проводка. Суперсовременно считать. Вот она замкнула. Автоматы сработали уже после того, что я забежал, выбегая, автоматы сработали уже. То есть свет вырубили. То есть ни водой воспользоваться ничем мы уже не смогли. На постройку дома Королёвых ушло 12 лет. Насладиться счастливой жизнью в собственном доме, а не на съёмных квартирах они успели только 4 года. И то в момент пожара не всё до конца было отремонтировано. Карниз хотели установить. Теперь установить ничего не получится. Дом придётся полностью восстанавливать. На восстановление одного первого этажа потребуется около 3 миллионов рублей. Но хозяину дома больше жалко ни технику и ни вещи, а его семейный архив, который он собирал на протяжении долгих лет. На помещении вот здесь был кабинет мой рабочий. Здесь хранились, скажем так, архивный документ моей семьи. По одной ветке я смог восстановить до седьмого колена. То есть, как говорят русские, без своих корней. Здесь же были и электронные накопители моей трудовой деятельности. Всё здесь вот сгорело. Я просто не успел физически вынести из-за дыма, огня. В коллекции Королёвых были фотографии, выписки с архивов и ордена. Какие-то вещи даже со времён Первой мировой войны. Теперь это всё останется лишь в воспоминаниях, а не на бумаге. Однако духом Королёва не падают и помогают им в этом друзья и соседи. В ту самую роковую ночь с семьёй пострадавших не спал весь посёлок. Я сразу отправила детишек к нашей соседке. И хочу ей сказать огромное спасибо. Мы провели у неё всю ночь. Она с нами не спала. Это Лена Инникова. Это вот соседний дом прям за нашим. И прям вот буквально, знаете, пять минут, как весь посёлок был уже около нашего дома. Просто я даже не знала тех людей, которые к нам прибежали. Я даже их не видела. Кто-то вот спасал имущество вот здесь вот у нас под навесом. В общем, очень нервничаю, конечно. Огромное спасибо всем, кто принёс нам хотя бы одежду, обувь. Даже продукты стали приносить нам. Сейчас жильём семье Королёвых помогает учительница детей по русскому языку. Она предоставила им дом в Зыкове. Также Королёва надеются на поддержку от правительства республики. А пока пострадавшим может помочь любой неравнодушный. Ведь на восстановление уютного гнёздышка, на многодетную семью уйдёт очень много сил, времени, ну и, конечно, материальных затрат. Арина Глешкина, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова